В наши дни, кроме альбомов, которые хранятся на компьютерных дисках, существует несколько разновидностей фотоальбомов. Например, с вкладышами, либо магнитные. Но мы все-таки остановимся на классических. Именно они остаются самыми теплыми и самыми душевными благодаря своему владельцу. Дорогие телезрители, сейчас мы находимся в мастерской дизайнера Анастасии Медведевой и узнаем, как обстоят дела с альбомным творчеством в наши дни. Настя, скажите нам, пожалуйста, какие альбомы пользуются особенной популярностью? Сейчас делают альбомы тематические. Это альбомы о детском саде, выпускные альбомы. Но особой популярностью пользуются свадебные альбомы, а также популярностью пользуются детские альбомы. Дорогие телезрители, сегодня наша передача дарит вам настоящий подарок от дизайнера Анастасии Медведевой, которая поделится с вами своими самыми секретными секретами своего творчества и расскажет, как изготовить альбомы для малыша своими руками. Я занимаюсь изготовлением вот такого прекрасного альбома. Будет он называться у нас «Наша Ксенечка». Сейчас я покажу, как я сделала такую обложку. Под нужный размер я взяла картон, синтепон. Двухсторонний скотч. Берем ткань. У нас будет она двух цветов. Подгибаем его и прошиваем на машинке. Сначала декоративную часть, которая у нас будет именная «Наша Ксенечка». Дальше мы прошиваем элементы также декора. И самым главным элементом является прошить по краюшку альбома. То есть отступаем 5 мм и ровненько прошиваем. Дальше приступаем уже к самому декору альбома. Именно для этого альбома я подобрала вот такую вот шляпку декоративную. Декоративную ленточку с помпончиками. Такие вот бусинки. Альбом у нас будет завязываться на такую ленту. Получилась у нас вот такая вот именно девчачья обложка. Лицевую часть обложки мы уже доделали. Швы заклеиваем таким вот скраб-листочком. А теперь самое интересное. Я расскажу вам, что же будет у нас в альбоме. Для оформления альбома я подобрала вот такие вот листочки цветочками на детскую тематику. Сверху я расположу уголочки для фотографий. Мы добавим такие вот детские носочки. Я купила самые маленькие, крошечные. На листочках мама сможет написать какие-то интересные моменты с выписки. То есть там эмоции, как это было. В этом конвертике мама запишет. Первые данные о дочке. Рост, вес, цвет глаз, цвет волос. Нужно будет ее свернуть в форме конвертика. Этот новый разворот нам нужно будет прошить на машинке. Прикрепляем двухсторонний скотч на обратную сторону. Когда мы уже заготовили наши элементы, начинаем прошивать. Для того, чтобы странички не болтались, нужно закрепить их с помощью вбрации. Когда нужно открыть, мы поворачиваем в волок и за ленточку открываем. Теперь носочки украсим ленточкой. Страничка готова. Теперь мы ее будем прикреплять на плотную основу. Вот у нас готова первая страничка. Мы ее сделали с фантазией. Точно так же с фантазией продолжаем делать дальше альбом. На следующих страничках можно разместить вкладыши. Мой рост, мой вес. Добавить такие декоративные ленточки. Здесь есть такой вот кармашек, немножко другой для фотографии. А вот здесь есть такая интересная вкладка в первый раз. Есть интересный кармашек, как мы кушаем, называется. Здесь мама с папой будут отмечать месяц, в котором появился первый зуб. В кармашек будут вкладываться отпечатки ножек. А вот здесь у нас первые носочки малыша. Вот такой вот и есть карман для фотоснимков. Сюда можно будет добавить тоже памятные фотографии. Как видите, ничего сложного. Немножко усидчивости, море фантазии, творчества. И у вас все получится. Дерзайте! Продолжение следует...